Когда мы вступаем с кем-то в диалог, чаще всего мы преследуем определенную цель. В разговоре мы зачастую можем действовать своих интересов. И неважно, это смолток с коллегой в офисе или интервью с Владимиром Познером. Коммуникация нами может двигать любопытство. Ну пожалуйста, это же самое интересное. Или же стремление произвести впечатление на собеседника. Там могут быть длинные километры последовательности азотисых оснований. А кто-то вступает в диалог с желанием доказать свою правоту. Когда он рисует дракона, то он рисует... Целей общения бесконечное множество. Но так или иначе, не стоит забывать, что это работает в обе стороны. У вашего собеседника также могут быть определенные ожидания от вас и в целом от беседы. Если ожидания оправдываются у всех участников общения, коммуникацию можно считать успешной. И прекрасное интервью с вами, которое было волнительным, прекрасным, которым я тоже доволен самым наилучшим образом. Но далеко не всегда результат диалога соотносится с ожиданиями участника. Иногда расхождение целей и фактического результата приводит к непониманию. Как это произошло на интервью, которое Наталья Грейс взвела у Владимира Познера. По-вашему, это интервью? Да, можно просто чуть ласковее ответить, я все же женщина. Но если вы нарваетесь... Владимир Познер – человек, который в своем поведении отличается невозмутимостью и спокойствием. В некоторых моментах этого интервью выведен из эмоционального равновесия. Но если вы нарваетесь, то вы и получаете. Многие зрители заметили, что на протяжении разговора Познеру как гостю уделяется мало времени, и что он находится не в самом лучшем расположении духа. В ответах больше прослеживалось не желание гостя открыться, а желание сохранить дистанцию. Не ваше дело. Хотя, кажется, сама Наталья этого вовсе не заметила или не хотела замечать. Интервью получилось очень смазанное. Это напоминает мне, когда после очень хорошего, невероятного секса кто-то начинает вам, ну, дети, говорить, что секс в жизни не главное, вообще главное в жизни не это, а духовное общение. Я не знаю, вы поняли, что я имею в виду или нет. Общение заканчивается не на самой приятной ноте. Кажется, будто гость вот-вот встанет и уйдет. Невооруженным глазом на лице Познера видно раздражение. В конце интервью напряжение между собеседником настолько велико, что неловко становится даже зрителем. А если бы была возможность задать какой-нибудь вопрос, вы бы что-нибудь спросили у меня? У вас? Да. Несмотря на то, что Грейс, очевидно, питает и глубокое уважение к Владимиру Познеру, Знательно, я хочу сказать, что вы мне нравитесь как человек, нравитесь как личность, как бы я ни критиковала внутри себя ваши некоторые черты, я все равно отношусь к вам с огромным интересом. Ей не до конца удалось наладить с ним контакт. Что же такого сделала Наталья Грейс в процессе беседы, что так разозлила Владимира Познера? Какими действиями интерьер перешла черту? Какие ошибки привели к неудачной коммуникации? В этом видео мы поговорим о том, как общаться с важным для вас человеком и не потерять контакт с ним. Как произвести благоприятные впечатления на собеседника, даже если он старший и опытнее вас. Как соблюдать субординацию и не быть навязчивым. И главное, как найти баланс коммуникации и не позволить желание понравиться кому-то затмить все остальное. Давайте начинать. Сегодня я хочу рассказать вам о том, каким извилистым и неожиданным может оказаться путь к себе настоящему. Недавно я столкнулся с мистическим сериалом «Библиотекарь» и не могу не поделиться им с вами. В сериале «Библиотекарь» от Твинг с талантливым Никитой Ефремовым в главной роли книги советского писателя Громова обладают различными силами. Яростью, силой, властью, терпением, радостью и многими другими. Героя Никиты втягивают в охоту за ними в захоустном городке. И стиль этих эпических боев напоминает знаменитый ночной дозор. Сам же герой Ефремова вообще мечтал стать актером, а в итоге вынужден продолжать дело погибшего отца, которого ему, я уверен, еще предстоит принять и просить обиды на протяжении всего сериала. Но самое захватывающее же в этой истории, что вся мистика вокруг книг в итоге перенеслась в реальный мир. Все началось с облетевшей СМИ и телеграм-каналов новости об отмене выставки в части премьеры сериала, которая была, внимание, ограблена. И украли злоумышленники не что-нибудь, а те самые книги, за которыми охотятся в сериале. Затем заветные книги стали похищать уже из экранов больших городов. Ну а кульминацией стало исчезновение тысячи книг с полок дома книги, главного книжного магазина в самом сердце Петербурга. На огромных окнах дома Зингера появилась уже знакомая людям надпись «Охота на книги началась». А сам магазин был буквально взят под охрану дозором, который сразу привлек внимание прохожим. Особенно классно, что у этого масштабного и яркого промо есть и доброе продолжение. Те самые похищенные книги на сумму полтора миллиона рублей Винк вместе с Домом книги передал благотворительный проект Rebooks, который помогает сельским библиотекам. В общем, красиво. Для вас тоже подготовлена пара приятных сюрпризов. На специальном лендинге этой промо-компании вы можете сами поучаствовать в охоте на книги и выиграть призы. Если хотите стать частью этого захватывающего приключения, просто перейдите по ссылке внизу, чтобы узнать больше. Следите за новостями, участвуйте в охоте на книги и смотрите первую серию библиотекаря на Винк. Каковы наши ожидания, когда мы видим заголовки слова «интервью»? Очевидно, это ситуация, в которой приглашенному гостю задают вопросы, дающие ему возможность поделиться своей историей. Цель интервьюера – узнать о госте что-то новое, раскрыть с другой стороны, дать возможность высказаться. Интервьюер к какой-то степени отходит на второй план, подсвечивая своего гостя. Уже с самого начала интервью Грейс с Познером идет не так, как ожидается. Первым делом Грейс делится собственными мыслями и надеждами. Идем домой, к Владимиру Владимировичу Познеру. Надеюсь, все будет классно. Оказавшись дома у Познера, Наталья в первую очередь стремится рассказать о личных впечатлениях от увиденного, начиная интервью не с приветствия, как обычно, а с самопрезентации в квартире Познера, называя его обезличенно «он» в третьем лице в его присутствии. Мы находимся у него в квартире в Москве. Вот такая установка творческая, креативная. Сразу видно, что Владимир Владимирович обладает определенным художественным вкусом и восприятием. Где-то он указывал, что хотел бы рисовать, иметь такой талант. Возможно, сам гость смог бы рассказать о своем доме больше, но в этот момент он отстраненно молчит. Таким образом, интервьюер уже задает тон всему разговору и показывает, что рассказ будет вестись от ее лица, а не от лица гостя. Все, что произойдет дальше, будет основано на ее точке зрения и на ее видении ситуации. Грейс подчеркивает, что для нее интервью с таким незаурядным человеком – крайне важное событие. Хочу сказать, что я запомню этот день как день необычный и выдающийся. Познер, прежде всего, журналист – один из самых известных интервьюеров в России. Как вы себя идентифицируете? Прежде всего, как журналист. Но я не только журналист. Эта профессия предполагает эмоциональную вовлеченность. Из-за этого в ней особенно сложно избежать профессиональной деформации. Даже если бы Познер и старался абстрагироваться и не оценивать Наталью Грейс как журналиста, ему едва ли удалось бы это сделать. За многие годы работы его сознание настроилось на выхватывание неточности ведения интервью. Сами задали вопрос, сами ответили. Вытерпели, ну ладно. Вероятно, беседа не показалась бы гостю настолько увлекательной, чтобы не обращать внимания на жанровые особенности и не замечать недостатки. Надо признать, что удивить Познера вопросом – задача не из простых. Мне интересно, если мне задают вопросы, которые вот меня интересуют, когда задумываюсь, когда ответ не отскакивает от зубов. Он сам признается, что взял больше тысячи интервью. В интернете есть десятки видео, где Познер выступает и в качестве гостя. Беседа с таким опытным человеком в рамках профессионального поля сродни экзаменам. В таком формате вполне могли бы проходить вступительные испытания в профильный вуз. Начинающий журналист демонстрирует свои знания опытному профессору. Сама Грейс данную беседу относит именно к жанру интервью. Классно было бы однажды поговорить с Познером, взять интервью у Познера. Конечно, это похоже на интервью, я полагаю. Давайте оттолкнемся от этого мнения и погрузимся в жанровые особенности интервью. Согласно общепринятым классификациям, наиболее близко Наталья подошла к интервью-портрету и интервью-беседе. В первом случае журналист старается максимально отойти на второй план, при этом расположив собеседника к себе, чтобы удалось более детально изобразить гостя. Особенности его личности, его черты и характер. Но Наталья слишком активно делится своим мнением, чтобы уложиться в этот формат. Я недавно переводила для себя маленький дневник, который написал Тесла. Для меня Познер – ценность именно от камушка, лежащего среди другой гальки. И я пришла к пониманию существования Бога нелогическими какими-то заключениями. Я скорее пытаюсь сама себе... Предположим, что это могло бы быть интервью-беседой. В этом случае собеседники должны быть равнозначными в опыте и знаниях. Познер тогда был бы вправе ожидать от Натальи эквивалентных навыков. Но это относится к какому-то телевизионному жанру, то, что вы сейчас делаете? Наталья в первую очередь является психологом, консультантом и бизнес-тренером. У нее также есть медицинское образование. У Познера, в свою очередь, образование биологическое. Но он не только биолог, но и писатель, переводчик и телеведущий. Но в ходе разговора Наталья не демонстрирует настолько высокого уровня осведомленности, как у Познера. Да нет, вот лягушачья икра, она же вылупляется только когда есть связь с небом. Я буквально говорю, эксперименты проводят. Я биолог. Слушайте, ну вот давайте, покрывают экраном, посмотрите, эти эксперименты есть в интернете. Вот вы в интернете не смотрите? Нет, нет. Поэтому данное интервью нельзя отнести и к беседе. Едва ли это видео можно назвать интервью вообще. Скорее разговорны разные темы, которые иногда переходят в противоречие. Наверняка Познеру не требуется много времени, чтобы сделать эти выводы. Однако Наталья не является профессиональным журналистом, иначе Владимир Познер непременно бы ее знал. Я вас первый раз в жизни вижу. Я книг ваших не читал. Я интервью ваших не видел. В таком случае рассчитывал ли Познер увидеть достойный профессиональный уровень Натали? И могло ли его разозлить несоответствие этому уровню? Как минимум, мы знаем наверняка, что Познер часто общается с юными журналистами, у которых недостаточно опыта. А значит, готов к тому, что собеседник может допускать ошибки. Я считаю, что у меня есть некоторый долг перед молодыми людьми, которые хотят стать журналистами. Я считаю важным тоже с ними поговорить, все-таки объяснить, что это за профессия. Эти слова Познер произносит в интервью, которое дал студент Ким ГИМО. Можно заметить, это интервью проходит в той же обстановке, у Познера дома. Конечно, у меня очень-очень маленький и мизерный опыт пока еще в журналистике. В этом разговоре Познер проявляет гораздо больше терпения. Корреспондент Елизавета признается, что пыталась согласовать интервью с Владимиром Познером в течение двух лет и отправила 18 писем, чтобы оказаться в этой комнате напротив известного журналиста. И сама же добавляет, что это могло показаться навязчивым, и с этим сложно поспорить. Однако Познер — снисходителем. Иначе у нас не получится церковь. Нет, это вы делали свою работу, это нормально. А Наталья Грейс Владимир Познер профессиональных ошибок не прощает. Почему? Может, дело в том, что его раздражают вовсе не они? А что же тогда? Уже на пятой минуте разговора тон беседы меняется, и с первым фактором, который вызывает в Познере настороженность, становится слишком долгий вопрос от Натальи, где она излагает свою версию, почему Бог существует. Если размотать всю молекулу сверху донизу и снизу доверху, ведь следы его повсюду. Буквально минуту назад Познер уже дал ответ на этот вопрос. Но для меня Бога нет. Наталья уже продолжает эту тему, как будто пытаясь оспорить его ответ. Так и рождаются ее вопросы-монологи, которые сопровождаются долгой вступительной преамбулой и не укладываются ни в один телевизионный жанр. А вот вы лингвист, я не побоюсь это сказать, у вас очень своеобразное отношение к языку, к речи, к словам, к точности определяемых понятий и слов. Вы придирчивые в этом отношении. Как бы вы могли объяснить то, что, например, молекулы ДНК, это же в буквальном смысле слова алфавит. Здесь Познер первый раз дает понять, что Наталья не вписывается в жанр интервью. На очень длинный ваш вопрос я могу ответить очень коротко. У меня абсолютно нет никаких оснований полагать, что какой-то существует высший разум. Однако, несмотря на деликатное, но прямолинейное замечание, Наталья игнорирует его и сохраняет эту манеру общения на протяжении всего интервью. Вот что она сама думает по этому поводу. Если мы поговорили на тему веры несколько минут, и вам это кажется длинными рассуждениями, вероятно, вы не привыкли концентрироваться на смысложизненных вопросах, и вам нужно что-то в своей жизни пересмотреть. Снова и снова вопросы превращаются в истории о ее опыте, впечатлениях, воспоминаниях или вовсе в спор. Ну, это тогда глупость. Как можно советовать, когда... Может показаться, что Грейс задает вопросы не чтобы услышать ответ гостя, а чтобы самой поделиться своей точкой зрения и произвести впечатление. Порой о своих рассуждениях она забывает первоначально заданный вопрос. Почему Грейс продолжает это делать? Ведь она замечает, что собеседник недоволен ситуацией. Сами задали вопрос, сам ответили. Вытерпили, ну ладно. Получается, ей известно, что Познеру приходится ее терпеть. Но, видимо, желание Натали быть в центре внимания важнее комфорта собеседника. Она привыкла, что ее слушают, что ей восхищаются. И случайно она стала коучем и ведет за собой тысячи людей. Это ее способ получить признание. Такая самонадеянность отталкивает Познера. Эта эмоциональная дистанция между собеседниками отлично проиллюстрирована их положением относительно друг друга. Сравните эти два изображения. Оба разговора проходят дома у Познера. Он на своем привычном месте за рабочим салом, журналист на диване напротив. Если положение собеседников во время интервью может быть обусловлено разными факторами, свет, возможность поставить камеру и выбрать правильный ракурс, то в обычной жизни, вне съемочной площадки, выбор места встречи косвенно может говорить об отношении собеседника к вам или к теме вашей беседы. То, что оба интерьера оказываются на одном и том же диване, скорее всего, говорит о том, что место проведения интервью выбирал сам Познер. Студентка МГИМО, которую я уже упоминал ранее, принимает верное решение сесть ближе к Познеру, сообщая тем самым «Я стремлюсь к вам, я хочу узнать вас лучше». Так она выражает заинтересованность. Когда вы участник беседы, вы можете контролировать этот момент. Наталья Грейс дистанцируется от Познера. Между ними на диване мог бы поместиться еще один человек. Дистанция разрывает связь между собеседниками с одной стороны, а с другой позволяет не нарушать его личные границы и не создавать дополнительный дискомфорт. Вот какого мнения придерживается Познер относительно расстояния между собеседниками. Но может ли дистанция играть единственную решающую роль в беседе? Или есть более важные моменты? Что же не позволило Наталье уйти в тень в беседе с Познером? Одна из причин, почему Грейс не удалось произвести положительное впечатление на Познера – огромное желание это сделать. Она увлеклась собой, забыв, что главный персонаж в интервью – тот, кому задают вопросы, а вовсе не тот, кто их задает. Смысл интервью, как и любого другого общения, заключается в том, чтобы задать вопросы и сделать собственные выводы и открытия. А Наталье важнее свое мнение о госте, чем сам гость. Изменяли, не изменяли? Просто поскольку мы говорим об изменах, чтобы вопрос наш не был теоретическим. Безусловно, позже Грейс спросит Познера и о художественном вкусе, и о многом другом. Но даже здесь она ставит в центр беседы себя, активно делясь своей точкой зрения и иногда даже оспаривая ответы гостя. В середине интервью Познер отвечает на вопрос о том, как ему хотелось бы умереть. Если бы можно было выбрать смерть, в какой момент умереть? То вы бы предпочли умереть во время игры в теннис или занимаясь любовью? В целом, тема весьма опасна. Смерти боятся многие, особенно пожилые. Это может оттолкнуть собеседника. Но Познер, как мы уже знаем, не верит в бога и, судя по спокойному тону, относится к этому вопросу философски. Поэтому он довольно легко допускает Наталью к обсуждению этой деликатной темы. Однако вместо признательности она решает, что и это тоже подходящий момент для того, чтобы поделиться своей оценкой. Я бы не хотела, чтобы с вами так произошло. Пусть в любом случае это будет, как бы ни было, но легко. Наталья постоянно пытается что-то добавить к ответу Познера. Ей важно таким образом проявить свою значимость. И намеки на неуместность ее поведения остаются ей незамеченными. Ничего? Вытерпили? Сами задали вопрос. Вытерпили, ну ладно. В ходе интервью Наталья несколько раз заступает от темы и позволяет себе делать замечания, не относящиеся к теме разговора, но относящиеся к гостю лично. Мне нравятся ваши цветные носки. Вы в шикарной форме. У вас нет лишнего веса. А вот в чем ваш секрет? Я так понимаю, что вы покуриваете. При этом даже эти не самые тактичные комментарии в адрес гостя могли бы стать полем для разговора. Даже такая банальная тема, как выбор гардероба, могла бы стать интересным дополнением к основному портрету героя. Добавить небольшой штрих к нему. Но Наталья не проявляет гибкости в общении и следует своему плану. В связи с чем комментарии подобного рода просто неуместны и не используются как возможность дополнительно раскрыть гостя. И поэтому раздражают. Интересно, что до основного интервью было записано отдельно предварительное видео, где Грейс также задает вопросы позднеру. И уже до интервью Наталья активно делится своим мнением, которое, безусловно, имеет место быть, но сбивает с основной темы, то есть с ответов гостя. А знаете, я вчера подумала, в чем огромнейший плюс вашего возраста для женщин. Дело в том, что вот мне 46, и, например, с моими сверстниками или с теми, кто моложе, я уже себя чувствую такой достаточно взрослой мадам. А с вами у очень многих женщин есть возможность почувствовать себя девочкой. Это снова выглядит как ситуация, в которой Наталье важно высказать свое мнение. Но реакция гостя на ее слова ее мало интересует. Я очень сам люблю красные ножки. А в каком случае вы бы считали это интервью со мной удачным? Если на протяжении интервью Грейс пытается понравиться позднеру через долгие вопросы монологии, демонстрацию своих знаний и отставивание собственной позиции, то в финале переходит к активным действиям. Она не хочет верить в очевидное, не замечает или не хочет замечать признаков раздражения собеседника и намеренно добиться внимания к себе любой ценой. В самом конце, когда ситуация накаляется до предела, Наталья просит позднера задать вопрос ей. И даже не просто просит, уговаривает, включает детскую манипуляцию, услышав первый отказ. А если бы была возможность задать какой-нибудь вопрос, вы бы что-нибудь спросили у меня? У вас? Да. Вам интересно? Вероятно, да, но я сейчас не буду этого делать. Я могу себе представить, какие вопросы я вам задал. А спросите. Или хотя бы скажите, какие вопросы задали, я могу не отвечать. Ну, пожалуйста, это же самое интересное. Нет, самое интересное, это же вы меня спрашиваете, а не я вас. При этом слова позднера здесь не звучат самоуверенно. Ведь он говорит не о своей личности, а о телевизионном жанре, в рамках которого зрители интересуют ответы гостя. Таким образом, Наталья пытается поставить себя на место позднера. А они, как выражается сам ведущий, всегда значительные уважаемые гости, которые влияют на текущие события современной жизни. После первой неудачи Наталья предпринимает еще одну попытку сближения. Что бы вы мне посоветовали? Вот вы видите меня и субъективно как-то воспринимаете. Если бы вы что-то поэтически мне посоветовали, что бы это было? Когда позднер не принимает правила и этой игры, Наталья пробует предложить гостю другие роли. Я же вам никак не как отец. По-приятельски. По-человечески. Но и здесь позднер отказывается брать на себя какую-либо из перечисленных ролей. Вы знаете, я вас слишком плохо знаю, чтобы давать вам советы. Я вас первый раз в жизни вижу. Напряжение продолжает расти. Наталья выглядит беспомощной, пытаясь стать ближе к позднеру. Чем более отчаянно она это делает, тем больше от нее отдаляется собеседник. Когда провал для нее становится очевидным, она решается на прямой вопрос, который все это время она пыталась озвучить иными способами. Я вам нравлюсь или нет? Услышав завуалированное, но однозначное нет, Наталья прячется за кокетством. Если бы спросили, влюблен ли об вас, я бы сказал нет. Это пока. Но и это не срабатывает. А защитная реакция не спасает Грейс от обиды и разочарования. Познер не принял ее в свой круг. Наталья будто бы пытается компенсировать это через рукопожатие, хватая за руку Познера, как за последнюю надежду. И он снова позволяет ей этот жест. Но протягивает руку скорее с нисхождением, чем с уважением, не пожимая ее. Можно я вас за руку возьму? Пожалуйста. Я буду это помнить. В чем же главная проблема этого интервью? Здесь мы видим изначально неправильно поставленную цель и несоответствие этой цели логики момента и ожидания собеседника. Мы выяснили, что Наталье было важнее продемонстрировать себя, а не узнать героя, самоутвердиться, доказать себе, что достойно ей может. И этой целью служит сам факт интервью с Познером. Классно было бы однажды поговорить с Познером, взять интервью у Познера. Я подумала, что это из серии чего-то такого невозможного. При этом Наталье было крайне важно не просто взять это интервью, но будто сообщить всему миру о том, что ей выпала честь встретиться с самим Познером. И когда я готовилась к этому интервью, я объявила целый конкурс на лучший вопрос Познеру, написала в инстаграме, попросила всех друзей, знакомых, сестру, отца, Юлию Соломонову, всех. Она рассчитывала получить его одобрение, его высокую оценку. Познер для нее не человек, не личность, он артефакт. Ей совершенно не важны его ответы, ей важно показать себя. Будто заголовок, в котором ее имя стоит рядом с именем Владимира Владимировича, куда важнее, чем содержание разговора. Она изо всех сил старается воспользоваться возможностью поговорить с Познером и выжать из нее максимум для своей самооценки, буквально вынуждая значимого для нее человека вступать в диалог и слушать ее мнение. Познер, конечно, совершенно не рассчитывал становиться инструментом прокачки уверенности в себе для Натальи Грейс, отсюда и напряжение. Наталья, можно сказать, в каком-то смысле принимает на себя роль ребенка, спорит с Познером, пытается манипулировать, давя на жалость. Ой, а можно узнать, что-то, что-нибудь неприлично? Пожалуйста. Познер же играет роль взрослого. Его мнение аргументировано, он не дает воли и эмоции. Хотя и сложно скрываемое раздражение считается на его лице. Роль взрослого помогает ему сдерживать явное проявление недовольства. В этом смысле у Познера здесь неоспоримое преимущество. Его рационально контролирует не только его самого и ситуацию, но и состояние Натальи. Она здесь, хоть и взяла на себя роль интригера, ведомый игрок. Ее эмоциональное состояние так сильно зависит от состояния Познера. Как вы можете оценить, описать нашу беседу? Ощущение от нее? Или пока непонятно? В финале беседы, как, впрочем, и в начале, обсуждение сводится к личным ощущениям Натальи, что снова подтверждает, что рассказ ведется от ее лица, а не от лица гостя. Хочу сказать, что я запомню этот день как день необычный и выдающийся. А этот день точно будет, благодаря встрече с вами, длинным в моем сознании, в моей памяти, насыщенным, необычным. Есть над чем подумать. Всегда есть и закон осадка. Не в плохом, без плохого оттенка. А сухой остаток, осадок. Что остается после разговора? Фраза «я понимаю» звучит с явным раздражением, причем уже не в первый раз. Потому что Дмитрий Иванович Менделеев в свое время, когда смешал 40 к 60, он получил объем не 100, а 99,9. Они прошли в плотное соединение. Познер стремится закончить рассуждение Грейс, пытаясь прервать ее и перейти, собственно, к сути вопроса. Но она снова ставит свою ценность на первое место, не беря во внимание слова Познера. А Грейс делает так, как она считает нужным, и у нее все получается. Едва ли можно расположить к себе человека, постоянно подчеркивая свою значимость. Не менее важно подчеркнуть значимый собеседника, давая ему возможность поговорить и создавая поле для высказывания. Об этом я уже подробно рассказывал в ролике о том, как проявлять уважение. К примеру, Юрий Дудь, беря интервью у Познера, занимает противоположную позицию, подчеркивая свою скромность, неопытность и несоведомленность по многим вопросам. Какой-то Дудь будет вместо Познера. Не какой-то. Успешность этого приема демонстрирует комплимент, который Познер делает Дудю в ответ на очередную скромную оценку. Не какой-то. Нет-нет, известный Дудь. А вот как Юрий Дудь решает проблему с длинными вопросами. А, пардон за такую долгую подводку, просто чтобы ввести в курс дела. Вопрос. Приковывать к себе внимание на слишком продолжительный срок было бы неуважением к собеседнику. Поэтому извинения здесь звучат вполне уместно. Дудь в этом случае не позволяет фокусу внимания сместиться на свою персону. Нам действительно порой бывает трудно позволить другому человеку занять центральное место в разговоре. Наши мысли, мнения, аргументы кажутся достойными большего внимания. Мы стремимся заручиться поддержкой собеседника. Согласитесь, разговор, в котором мы получаем одобрение, оставляет за собой более приятное впечатление. Поэтому нам хочется доказать свою правоту. Если человек, с которым мы общаемся в нашем сознании, является важной фигурой, его одобрение имеет двойной вес. Но за собственным эго мы не видим точно таких же потребностей нашего собеседника. Ведь и другому человеку хочется показаться важным и значимым. И это часто разрушает доверие между людьми и приводит к недопониманию и даже конфликту. Быть хорошим собеседником не только на интервью, но и в повседневной жизни задача не из простых. Как мы убедились, просто составить список вопросов и держать его в голове недостаточно. Нужно учитывать огромное количество факторов, чтобы не только показать себя с выгодной стороны, но и дать собеседнику возможность высказаться. Позволить ему почувствовать, что он для вас важен. Подробнее о том, как усовершенствовать свои коммуникативные навыки в этой области, можно на курсе «Контакт» от Mental Room. На курсе вы узнаете, какие факторы препятствуют успешной коммуникации, как преодолеть стеснение и найти тему для разговора. Курс поможет разобраться, как начать диалог и произвести благоприятные впечатления, сформировать доверие собеседникам и сделать разговоры интересным и увлекательным. И главное – научиться договариваться и находить общий язык с окружающими. Всего в курсе 12 уроков, а первый урок бесплатный и доступен всем. За подробностями о том, как пройти курс, переходите по ссылке в описании. Порой в разговоре нас могут захлестнуть эмоции, причем спектр этих эмоций колеблется от чувства восторга и трепета до страха и ощущения собственной никчемности. И то, и другое, а может и все и сразу, точно мешает мыслить иррационально. Слова путаются, мысли теряются. И волна относит вас в том направлении, где вы наиболее беспомощны. Посмотрите, например, как здесь Иван Ургант, опытный ведущий журналист, теряется, сидя перед Познером. Хотя они давно знакомы и даже работают вместе. Это действительно сложно, сохраняя самообладание и не потерять лицо в такой ситуации. Кто-то становится упрямым и категоричным, кто-то цепенеет и теряет дар речи. Кому-то хочется внимания и поддержки. И кажется, только это может придать уверенность и убедить в том, что вы действительно достойны быть здесь и сейчас. Рядом с этим важным для вас человеком. Так и случилось с Натальей Грейс. Разговор с Владимиром Познером для нее стал наградой за все ее заслуги. Она много училась и работала. Зарабатывала себе ими и репутацию. Обрастала армией поклонников. И вот финальный рубеж. Интервью с Познером. Будет еще какая-то у меня жизнь. Почему будет? Она же есть. Да, она идет. Наталья говорит это так, будто встреча с Познером разделила ее жизнь на до и после. На было и будет. А судя по тому, как Наталья активно участвует в беседе, постоянно переключая внимание на себя, ей явно хочется быть с Познером на одной высоте. А это трудно. Познер старше, опытнее и, как он сам говорит о себе, имел больше возможностей для развития и образования. И от его опытного взгляда трудно скрыть свои слабости. Получилось ли у Натальи провести интервью? Мы выяснили, что это едва ли вообще журналистский жанр. Познер не раскрылся и как человек, не обнаруживал своих грани и не открыл новых тайн. И для Натальи это не стало бы большой наградой. Она шла навстречу к Познеру не как журналиста, как Наталье Крейс, которой удалось дотянуться до звезд. Это был не диалог с Познером, это был спор Натальи самой собой. Будто она сама захотела заставить себя пройти испытания на прочность. Получилось ли у Натальи пройти эту проверку и заслужить уважение и расположение Познера? Тоже нет. В этой борьбе ему просто не нашлось места. И он это, конечно, безошибочно почувствовал. Наталья слишком много говорила о себе, делилась своими мыслями и чувствами. Рассказывала о своих знакомствах, встречах, путешествиях и прочитанных книгах. Сама же отвечала на свои вопросы и заполняла собой пространство, не считаясь желаниями собеседника. Есть над чем подумать. Всегда есть и закон осадка. Я потом анализирую, какой может быть осадок. Обсуждая интервью со своими подписчиками, Наталья Крейс выразила мнение, что все эти люди учатся чему-то друг у друга. Также и мы можем, проанализировав этот разговор, научиться чему-то новому и стать немного лучше. К многим жизненным ситуациям можно относиться как к урокам. В таком случае их гораздо проще пережить. У Познера есть на это любимый ответ, который звучит во многих его интервью. Я придерживаюсь такого правила. Надо обязательно попробовать. Это клево, правда. Я хоть попытался, да. Черт возьми, хотя бы попробовал. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в другах и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok